На Всебелорусское народное собрание, которое пройдет в шестой раз, приедут делегаты со всех регионов страны. Все вместе они оценят работу власти за прошедшие пять лет и определят основные направления и параметры развития государства. А еще выработают план экономического и социального развития страны на предстоящий пятилетний срок. Одно из тем собрание станет проект изменения Конституции Республики Беларусь и внесения в нее некоторых поправок. Немного истории. Первое Всебелорусское народное собрание было почти четверть века назад, в 1996-м. Президент Александр Лукашенко решил впервые на самом высоком уровне посоветоваться с народом по важнейшим проблемам государственного строительства, определиться со стратегией и тактикой развития белорусского общества. На следующих четырех продолжали обозначаться основные приоритеты жизни государства. В разные периоды упор делали на продовольственную безопасность, экспорт, строительство жилья, инвестиции, инновации. Ключевыми становились вопросы создания новых производств, предприятий и отраслей. На последнем собрании летом 2016-го делегаты вместе с главой государства поставили следующую цель на пятилетку – повысить качество жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. На днях президент озвучил ряд важных инициатив. Например, сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Он нужен, чтобы контролировать главное направление развития государства, отметил Александр Лукашенко. Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент они не годятся, эти полномочия. Коль мы у президента забираем, куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть и Белорусское народное собрание, поэтому некоторые полномочия придется передать. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на пять лет. А что думают наши земляки, которые в качестве делегатов присутствовали на предыдущих Всебелорусских народных собраниях? Как они оценивают их эффективность и результативность? Прокурор Гомельской области Виктор Морозов дважды являлся делегатом Всебелорусского народного собрания. По его словам, участие в таких форумах – не только почетная, но и очень ответственная обязанность. Ведь цели, поставленные на собрание, нужно грамотно и методично притворять в жизнь. Мы обуздали наркотрафик. Сегодня количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, существенно уменьшилось. Это результат той суровой карательной практики судов, а также создания в обществе нетерпимой обстановки к тем, кто сегодня наживается на здоровье и горе потребителей наркотиков. В числе вопросов, которые можно было бы обсудить, сегодня, вы знаете, в обществе широко обсуждается БЧБ-символика. Я, как прокурор области, изучал уголовные дела в отношении бывших полицайев, которые были осуждены после войны. Хочу с уверенностью сказать, что эта символика себя скомпрометировала в годы Великой Отечественной войны. И у нашего белорусского народа, особенно у старшего поколения, белокрасно-белый флаг ассоциируется вот с теми злодеяниями, которые совершили полицаи, изменники Родины. Считаю, что эту символику надо отнести к экстремистской и вместе с фашистской свастикой и другими символами Третьего Рейха запретить в нашей стране, а тот, кто его пропагандирует, привлекать к административной и другой ответственности. Делегатом предыдущего Всебелорусского народного собрания была заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического центра Анжелика Дорогокупец. Тогда одним из приоритетов для медицины стало развитие фармацевтической отрасли. У нас сейчас достаточно много препаратов выпускается в нашей промышленности. Это и рабочие места, это и доступность этих лекарственных средств для всего населения. И мы горды тем, что мы можем использовать белорусский препарат. Наталья Глинка, работник банковской структуры Рогачева, рассказывает, что для нее было самым главным во время участия в минувшем общенациональном форуме. Это вопросы создания новых рабочих мест и повышения благосостояния людей. Есть у Натальи пожелания для делегатов будущего Всебелорусского народного собрания. Хотелось бы, чтобы в следующем этапе наше правительство уделило больше внимания это качество образования, медицины, комфортной, достойной жизни и, конечно же, заработной платы и пенсии. Учитель истории 6-й Рогачевской школы Лариса Литвинова вспоминает, что участие в 5-м собрании для нее стало наградой за 20-летний педагогический стаж. И об этом событии преподаватель до сих пор рассказывает на уроках своим ученикам. Как участник прошлого собрания мне, возможно, не хватило работы в каких-то секциях, где бы мы могли поделиться конкретными своими проблемами своей сферы образования и проблемами своего региона. Еще одно предложение, которое будет рассмотрено на будущемся Белорусском народном собрании – избирать делегатов на 5-летний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят. Им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы. Такая интересная и важная инициатива принадлежит главе государства Александру Лукашенко. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели.